Знаковое событие, которое нацелено на перспективу. Так сегодня эксперты оценили прямой разговор подростков с президентом. Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена». Школьники с 5 по 7 класс участвуют в нем впервые, так что в зале собрались будущие педагоги, новаторы, художники и, возможно, даже министры. А тема настолько актуальная, что, конечно же, было из-за чего разволноваться. Максим Прихода тоже решил задать несколько вопросов участникам сегодняшней дискуссии. Участники «Большой перемены» в Артеке совсем недавно, но главную артековскую кричалку уже выучили. Сейчас продемонстрирую. Итак, мы, ребята, молодцы! Артековцы! Наш любимый Артек! Но это они лишь разминают связки перед тем, как грянуть многоголосим на все Черноморское побережье с главной артековской арены. Третий сектор! Фирменное приветствие в этот раз адресовано президенту. Владимир Путин, открывая финальный этап «Большой перемены», напомнил главный тезис конкурса. Здесь не оценивают, а именно ценят ваши необычные, даже абсолютно неожиданные идеи. Не случайно в рамках конкурса вам предложили спроектировать школу будущего. Именно с таким проектом в Артек приехал Даниил Галстян. Но когда собирался презентовать его президенту, почему-то вспомнил о семье, растрогался и пустил скупую мужскую слезу. Честно, я очень волнуюсь. Мои друзья и близкие всегда меня поддерживали. Особенно мои родные. Мама и папа, привет! Все хорошо, Даниил. Ты не стесняйся этих слов. Не надо стесняться. Все хорошо. Растрогало меня то, что у меня есть такая семья, которой у многих нет. И они всегда меня поддерживают. Родители Даниила, увидев, как в момент волнения его поддерживают друзья в Артеке, признали семьи у него теперь две. Поймите правильно, это его первая поездка вообще в его жизни. А это он, получается, едет в другой город. Да еще как? Перед президентом выступать. Именно с помощью знаний и фактов с невежеством собирается бороться другой участник большой перемены. Александра Лунина серьезно заботит вопрос правильного понимания Второй мировой. Это его личная история. Когда в социальных сетях пишут, что Советский Союз не выиграл эту войну, и вообще мы были агрессорами. В это время мне хочется плакать. Поэтому я и хочу организовать свой проект по борьбе с фейковой информацией о Великой Отечественной войне. У нас много семейных фотоальбомов, мы очень любим их рассматривать и узнавать историю своей семьи. И мне это настолько понравилось, что я захотел узнавать историю своей страны, чтобы все помнили и знали именно правду. Соревнуется в финале большой перемены по вызовам, специализациям. У Лунина помни, это про историческую память. Еще есть экология, предпринимательство, ЗОЖ, урбанистика и волонтерство. Для Маши Горбуновой помогать людям вокруг жизненная кредо. Когда в ее родном Владивостоке прошел ледяной дождь, она бросилась делать кормушки и скворечники, чтобы спасти птиц от голодной смерти. Я помогаю бездомным животным, расклеиваю объявления о пропавшем человеке. В свободное время она играет на фортепиано. На закрытии смены, по поручению президента, обещала исполнить что-нибудь со сцены. Нам пока согласилась только напеть. Та-да-та-та-та-тан, та-да-та-та-та-тан. То, что ты сейчас такие простые вещи рассказала, да, а именно что-то скворечники делала после этого ледяного дождя, птичкам помогала. Это, казалось бы, такая мелочь. На самом деле это имеет значение и говорит о том, что у тебя доброе сердечко, Маша. Ну а разговаривая с Сафией Кумышевой из Кабардино-Балкарии, которая выбрала направление «Познавай Россию», Путин вспомнил, как сам впервые встал на лыжи на одной из снежных вершин живописнейшей республики. К голову пришли простые мысли. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли, как жаль, что я никогда раньше этого не видел. И как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас. И примерно такие же простые мысли наверняка сейчас приходят в светлые головы пяти и семиклашек. И уже не так важно, кто из них получит главный приз. Ведь оказаться здесь это уже победа. Вот так громко и звонко, так что слышно на всем Черноморском побережье, на главной арене «Артека» звучат аплодисменты и кричалки в момент официального открытия пенала «Большой перемены». Поксим Прихода, Алексей Якубович, «Известия» из Крыма, специально для РЕН-ТВ. Поксим Прихода, Алексей Якубович, «Известия» из Крыма, специально для РЕН-ТВ.